Господин профессор, покажите нам свой механизм. Орех. Смотрите лево. Привет всем неравнодушных к мобильным играм. С вами Айз и это уже третий выпуск еженедельного дайджеста о новых играх для вашего смартфона и планшета. Итак, поехали. Сегодня в выпуске вы узнаете о мобильной Call of Duty, новой игре Петре Малие, а также увидите наши постоянные рубрики новости одной строкой и игры на неделю. Ну а сейчас самый сок. Как мы все уже поняли, Activision очень любит срубить бабла. И сама этого не скрывает, выпуская каждый год одну и ту же игру. Но похоже, что им этого стало мало. Согласно заявлению представителя британской ассоциации интерактивного развлечения Энди Пейна, некая Activision Leeds занимается разработкой мобильной версии шутера Call of Duty. Студия была открыта в ноябре 2011 года, и среди ее сотрудников числятся Марк Ллойд и Марк Уошбрук, бывшие руководители Rockstar UK, а также Мартин Браун, ранее руководивший студией Team17, подарившая серию Worms. Что касается самой игры, то пока никакой конкретной информации нет. Однако есть вероятность, что на iOS и Android выйдет именно Black Ops Declassified, который сейчас анонсирован только на PlayStation Vita, и является самой ожидаемой среди обладателей данной консоли. Известный разработчик таких игр, как Fable и Black and White, Питер Малинье, трудится над новой игрой для Android, iOS и ПК под названием Curiosity, что в переводе означает любопытство. Питер возглавляет огромные надежды на свой проект, и действительно, то, что сейчас рассказывают об игре, звучит очень необычно. Согласно данным, смысл Curiosity таков. Имеется куб, который состоит из 60 миллионов мелких кубиков, а задачей каждого игрока будет отбивать эти самые маленькие кубики, чтобы впоследствии добраться до сердцевины большого. И кто первый окажется в центре, получит нечто очень необычное прямо из рук создателя. При этом кирки, с помощью которым им придется добираться к центру, будут стоить реальных денег. Curiosity рассчитан на 1 миллион игроков, и выйдет свет 22 августа. А сейчас менее значимые, но такие же интересные новости одной строкой. В среду появился новый трейлер игры The Dark Knight Rises, где, как всегда, все очень круто и красиво. Так ли это на самом деле, обладатели iOS узнают 20 июля. А за Android ручаться мы не будем, ведь Asphalt 7, например, так еще и не вышел. Little Inferno, новая игра студии, подрившая нам World of Goo, обзавелась первым тизером, в котором ничего не понятно, кроме одного. Нас ждет что-то очень странное и страшное. Стало известно, что консольный эксклюзив Lost Planet 2 уже активно тестируется на тегра-девайсах и относительно скоро увидит свет. К выпуску также готовится 3D-лабиринт Creature Escape. Простое управление, 120 уровней и 10 локаций. Все это уже скоро ждет обладателей устройств на Android и iOS. А теперь посмотрим, что нового вышло за прошедшую неделю. Кажется, что сами Ровио устали от своих злых птиц. Поэтому в их новой головоломке Amazing Spider-Man Кхм-кхм, прошу прощения, Amazing Alex нет ни намека на пернатых. В игре нам предстоит пройти множество уровней, каждый из которых построен по принципу домино. Шарик толкает книжку, та падает, толкает другую и так далее и тому подобие. С помощью таких манипуляций надо собрать все звезды на уровне и достигнуть главной цели. Например, закатить теннисный мяч в корзину. Похоже, что у невероятного Аликса совсем нет друзей, раз он занимается подобными вещами. Однако нам от этого одна выгода. Все игровые моменты сделаны на достойном уровне, а играть действительно интересно. Поэтому советую ознакомиться. Правда, от Ровио мы ожидали чего-то более сногсшибательного, с их со штатом 50 сотрудников. Похоже, что тема зомби будет преследовать нас в каждом новом выпуске Level Up. И на сей раз это World League Zombies Run, которая предлагает игрокам в роли зомби заняться легкой атлетикой. А именно бег с препятствами. Управляя живым мертвецом, необходимо вовремя ускоряться, подчередно тыкая в левую и правую сторону экрана, следить за силой, чтобы зомбак не выдохся, перепрыгивать барьеры, а также использовать различные плюшки, помогающие пройти к финишу первым, которые можно купить в магазине или найти прямо на уровне. На Android игру можно поиграть бесплатно, однако версия без рекламы обойдется в 0.99. Обладатели iOS же, мировую лигу, бегающих зомби могут только купить. Если вы любите Point Click квесты, у нас для вас есть хорошие новости. В Google Play появилась теория крошечного взрыва, ранее доступная на ПК и iOS. К сожалению, до 5 августа купить игру смогут лишь обладатели аппаратов от Sony. Тем не менее, и остальным стоит чуть подождать, ведь этот квест получил хорошие оценки, будучи еще на ПК, за красивое графическое оформление и приятный саундтрек. На этом на сегодня все. Для вас трудился Айз, Иван Белоусов и Дмитрий Буяков. Подписывайтесь на каналы с сайта reddroid.ru и droider.ru, а также не забывайте ставить пальцы вверх для нашей поддержки. Всем спасибо за внимание, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok